египет место божьего покрова или дом рабства египет место божьего покрова или дом рабства вот так вот я назвал сегодняшнюю тему и знаете очень интересно мы часто привыкли слышать о египте о прообразе я хочу чтобы мы судят духовно размышляли и мы сегодня думали не о том как попасть египет inclusive ну хотя и об этом тоже нормально но свое время я хочу чтобы мы сегодня размышляли духовно о том что бог хочет проговорить наши сердца что он хочет показать нам и вы знаете друзья мои я хочу сказать мы часто думали о египте и о египте думаем о том как мы вышли из из рабства на самом деле это так но правда ведь мы все вышли из рабства бог нас вывел из всякого духовного рабства из рабства зависимости греха беззакония нечистоты но послушайте есть некоторые вещи которые господни на этой неделе показал умерла что увидеть и я вдруг увидел немножко по-другому все то что бог имеет ввиду о египте и вы знаете хочу вам точно сказать одну мысль что бог никогда не имел своих планах взять кого-то за руку и привести его в рабство у бога никогда не было планове цели чтобы человека перевести в порабощение в разруху в проклятие в проблемы у него никогда не было таких планове цели он никогда не думал привести человека куда-то где был немножко помучился по издевался бы может быть до него что-то дошло бы ему бы стало бы и он бы понял бы что есть бог и тому подобное друзья моего бога никогда таких планов не было поэтому я хочу вам сказать у бога есть огромный план благословить нашу жизнь есть обетованная земля которую бог обещала самого начала от начала еще когда он призвал авраама он обещал ввести его в землю обещанную землю обетованную но знаете что хочу вам сказать когда бог начал свой путь свое шествие с авраамом и когда авраам все-таки попал в ханан хананскую землю когда но евреи жили в той земле где по словам пророков течет молоко и мед по словам божьим да но мы слышали об этом но вы знаете что конечный результат конечная цель была не земля ханан не ханан был конечной целью который на этой земле поэтому конечной целью который бог вывел выводил каждый каждого человека из рабства есть обетование который бог приготовил для всех нас обетование вечной жизни обетование небесного города небесного иерусалима которые ожидают всех верующих в него поэтому бог выводя даже авраама у него все равно была конечная целью ввести в лучшие людей понимаю что на этой земле но все равно при том что мы будем иметь даже все самое лучшее хорошее в этой земле но друзьям это не все самое лучшее то что ожидает нас с вами я хочу вам сказать в небе нас ожидает самое лучшее и наша цель и наш путь направлен на то чтобы мы все вошли в небеса чтобы каждый из нас пройдя свой путь свое поприще свой жизненный путь дошли до конца и попали прямо туда где господь приготовился лучше для нас мы много слышали мы говорили о том что даже те золотые украшения которые сегодня у нас не сравнятся с теми золотыми улицами которые на небесах находятся и знаете бог желает чтобы мы каждый день мечтали этим и чтобы это было концентрация нашего внимания нашей жизни чтобы живя земную жизнь на этой земле мы думали не о себе а думали о том что нас ожидает на небе чтобы мы сконцентрировали свое внимание на этом и чтобы мы могли попасть прийти на небеса но поэтому но друзья мы чтобы прийти на небо есть определенные пути жизненные циклы которые мы проходим с вами есть разные жизненные циклы есть разные ситуации есть разные но моменты нашей жизни и вот знаете я хочу вам сказать что на самом-то деле когда бог говорил о египте он не думал о том что к евреи будут в рабстве бог хотел чтобы наоборот они получили его покров его обеспечение его благословение и его жизнь но к сожалению друзьям и я книг которые говорят знаете но люди же есть люди знаете но но я же тоже человек мы затем любим себя оправдывать тем что я же тоже человек поэтому же примите меня таким какое есть знаете грубым неотесанным каким-то греховным затем но на самом деле бог не этого хотел он не об этом думал и поэтому какие бы люди не были бога все равно был план лучше он не планировал рабство евреев в египте бог не планировал их рабство бог не планировал выводя нас из рабства тьмы из рабства дьявола бог не планировал что находясь церкви мануил в живя сегодня свою жизнь проживая живя в 2018 году потом переходя 2019 живя дальше он не планировал того что мы попадем в рабство он вывел нас оттуда он вывел нас из рабства он взял за свою в нас своей крепкой рукою и вывел и он не планирует поражение для нас он не планирует для нас худшей жизни он не планирует для нас рабской жизни от вы почему сегодня что происходит моей жизни господи что же так почему-то взямы всему есть объяснение всегда в нашей жизни хочу чтобы мы начали свое путешествие из бытие 12 главы 10 стих книга бытие 12 глава 10 стих эта история авраама когда он еще не был авраамом то есть он еще был авраамом абраша авраам авраам и вот то что произошло с авраамом вы знаете что бог призвал авраама идти в землю которую бог сказал я укажу тебе заметьте он не сказал идти в ханан он сказал что ты пойдешь в землю который я тебе что укажу уже потом земле ханаанская когда они ходили осматривали всю землю тогда уже бог аврааму проговорил что вот эта земля которую я даю тебе и здесь течет молоко и мед поэтому возьми ее из ну живите здесь на этой земле и принимайте все благословения на этой земле то есть потом он уже сказал но это все равно не было как постоянным пристанищем хотя на земле бог хотел чтобы люди видели его царство его славу бог хотел чтобы но люди наслаждались жизнью и понимали что можно жить на этой земле с богом и жить хорошей лучшей жизни и у авраама был отец его фара и вот вы помните ну может быть читали вы историю о том когда но бог сказал отделиться от родства аврааму и оставить своего отца но в итоге авраам сделал так он послушался бога но и был момент его жизни когда его отец фара он умер вот он умер его похоронили и вот здесь уже начинается история авраама и вот друзья мои когда авраам уже после смерти отца своего фары отправился в путь и он пришел в землю и знаете он посолился там пришел пошел на восток в эфиль и пошел на юг и общем он начал жить на земле согласно того как бог его вел но что произошло в той земле где он жил случился голод очень большой голод и что произошло 10 стих и был голод в той земле и сошел авраам в египет пожить там потому что выселился голод в земле той то есть в той который он жил смысле не в египте поэтому друзья мои смотрите уже мы начально видим историю того когда бог повел авраама жить куда в египет почему потому что в этой стране где он жил в той земле при что землю пришел голод то есть пришли проблемы пришли определенные ситуации в которых там на том месте где он жил хотя и бог же его направлял и он пришел и казалось бы что все должно быть знаете как по маслу я пришел покаялся начал ходить церковь и мне должно все как по маслу все гладко всего во всем устройство все получается все никаких сопротивлений препятствий трудности ничего не происходит так не бывают друзьям и поэтому когда мы следуем за богом когда мы слышим бога божий призыв нашем сердце и мы согласились идти с ним бог сказал я буду твоим покровом я буду держать тебя крепко за руку я не отпущу тебя из руки моей я никогда не оставлю тебя и никогда что не покину тебя я буду всегда с тобой и где бы то ни был чтобы ты не проходил бы я буду всегда с тобой потому что я твой покрови щит если мы выбираем его таковым поэтому независимо от того куда бы нему не пошли друзьям и где мы бы не оказались у бога всегда есть самый лучший план поэтому у бога есть иногда моменты в нашей жизни когда он хочет чтобы мы пожили в египте я имею ввиду сейчас духовный египет поэтому друзьям и и что же этот египет на самом деле может быть это дом рабства а может быть это место божьего покрова над моей жизни божьего обеспечения божьих перемен божьего водительства божьей славы друзьям и ну что же это для меня мы выбираем потому что никогда у бога не было плана поражения для тех людей которые жили и вот мы видим история в рамы что произошло дальше вы знаете что авраам пошел и начал жить египте и написано когда он пришел в египет он очень испугался он боялся знаете мы часто бываем такими людьми мы говорим мы такие все смелые мы прям на вид можно показать себя такими готовы гора перед перевернуть передвинуть на самом деле мы такие какие мы есть нам никогда не нужно натягивать это маски на свою жизнь знаете и пытаться лицемерить лукавить но лучше всегда быть честными перед господом и друг пили другом то есть какое есть такое есть если есть какие-то страхи знаете но никто не скрывал свои страхов авраам не скрывал своих страхов он ходил ему он тоже чего-то боялся и когда они пошли в египет самое главное чего испугался авраам это то что его жена была красавица и написано что весь все египтяне это увидели ну конечно как же не увидеть потому что вы знаете как люди как мы часто живем ужас живем смотря на все внешние знаете нам нравится внешний успех но мы никогда не знаем не всегда знаем что происходит внутри так вот друзья мы хочу сказать внутри сара была как раз тем человеком каким надо потому что именно апостол петр повода приводит в пример сару что говорит что пусть вашим украшением будь не плетение волос не нарядные одежды хотя с этим все нормально то что не запрещал этого вынимает но он горит самая главная суть это сокровенный сердце человек нетленной красоте кротко и молчаливого духа вошли дух который был устарел где таки сара она повиновалась своему мужу и она потому что она вот такая была кроткого и молчаливого духа то есть апостол петр писала красоте которая была внутри старые но египтяне увидели красоту внешнюю которая была на саре и конечно она была красива и авраам испугался он побоялся он подумал а вдруг меня убьют за мою жену красавицы сегодня в этом мире знаете ну люди так живут они могут совершить преступление совершить убийство ради добивания своих целей и и авраам испугался и потому сказал ей ты будешь мне сестрой на самом деле она сестра есть как бы его не родная но сестра но знаете он сказал давай договоримся что ты будешь сестрой и что все знали тебя не как мою жену а как мою сестру и написано люди начали шептаться вы знаете все лучшее в египте всегда кому фараону и поэтому естественно все кто увидели что она жена красавица никто не мог даже посягнуть в адрес свой чтобы взять ее в жены поэтому все этот слух дошел до фараона и сказали что нашей земле появилась самая красивая девушка можно сказать мисс египта какого там года я не помню какого кому 90 лет это еще не было 90 лет я думаю на 90 лет было красиво поэтому знаете вот друзья мои девушки тогда 65 лет были и так внимание когда он взял ее когда все эти египтяне начали видеть ее красоту фараон захотел взять ее себе в жен и написано что у авраама было все как я скажу тебя у кого-то за пазухой и написано что аврааму было хорошо от того что жена его была в доме фараона потому что конечно как братану ему доставалось все самое лучшее со стола фараона но у него жизнь была отменная все было хорошо но когда фарон захотел пойти дальше чтобы уже по-настоящему я стала его женой то бог пришел и начал говорить фараону фараон не находил себе место у него в душе не было покоя и в итоге что произошло он увидел и понял что оказывается она не сестра его а жена я не знаю каким это образом произошло то ли он бог о своих вызывал они там колдовали выражили то ли сара сама потом призналась об этом не сказано но факт то что фараон узнал о том что сара жена авраама и в итоге он позвал авраама горит за что ты за что-то навел на меня эти проклятие почему ты ну такое сделал со мною знаете ну фараон был такой таком раздражение в ярости он мог бы убить бы на самом деле авраама но друзья мои хочу сказать когда твоя жизнь находится под божьим покровом под божьим контролем то кто бы там что не покушался то до тех пор пока ты воли божьей это продолжая следовать за господом дары когда ты несовершенный дары когда у тебя есть страхи дары когда у тебя есть трудности которые ну становится вызовами твоей жизни независимо от этого бог по-прежнему с тобой из-за тебя поэтому он даже души врагов ты примирит с тобою если нужно если это станет врагом он просто и что примере и потому фараон сказал ему такие слова но он не убил его ничего не сделал а наоборот после этой ситуации они вышли вышли но я хочу сказать не с пустыми руками вам это напоминает следующую историю вы знаете друзьям я хочу сказать услышьте пожалуйста никогда никто когда бог вел кого-то из своего народа в египет никто из египта не возвращался с пустыми руками мне это нравится я не знаю как вам поэтому знать если вы думаете что сегодня ваша жизнь или ваш этап он находится в состоянии египта то я тебе хочу сказать что не всегда египет это рабство рабство его сделали те кто были свободными в египте мы потом чуть позже посмотрим историю дальше но посмотрите бытие 13 главу вот давайте с 1 по 6 прочитаю это же история авраама после того когда они решили конфликт с фараоном и в итоге фараон то есть они порешали они решили уже уходить поймите они прожили какое-то время в египте это не было два дня так что за два дня все произошло и все это был целый процесс времени и поэтому под после решения конфликта с фараоном естественно авраам решил уйти но он не ушел просто ну знаете без ничего пришел у него нет не так много было но когда он уходил с египта уже что-то у него было и вот с первого стиха я прочитаю поднял поднялся авраам из египта сами жена его и все что у него было и вот с ним на юг и был авраам очень богат котом и серебром и золотом авраам был очень богат извините откуда у него взялась это богатство за счет египта о друзья мои это богатство он приобрел в египте даже не в канале вы слышите меня поэтому нам кажется иногда что-то когда бог ведет нас какие-то перевалочные этапы нашего пути они часто нам кажется я попал какие-то обстоятельства попал какие-то условия они не очень удобные для меня друзья мои аврааму эти условия тоже были не очень удобными что ему пришлось даже немножко ну как бы сказать правду но где-то приврать из-за своих страхов из-за своих переживаний ну пол даже это все равно обратил во благо потому что авраам следовал за господом и конечно же бог хотел чтобы что происходило друзья мы в египте что происходит с нами когда мы попадаем туда с нами что начинает происходить и вот здесь авраам когда вышел с египта у него было много всего много стат много скота много серебра золото знаете на то время ну и быть скотоводами ну это было очень круто это были богатые люди у которых было много богатства это ему нет даже не так как сегодня на тот момент то были люди ну очень богаты и поэтому но кроме этого у него еще золото и серебро он вышел с этим с египта и продолжал он переходы свои от юга до вефиля до места где прежде был шатер его между и фильм и между гаем до места жертвенника который он сделал там начали и там призвал авраам имя господа мне нравится знаете что всегда когда бог говорил с божьими людьми вы знаете я вижу одно сегодня люди часто говорят мне бог говорит все время направо налево но вы знаете я вижу жизнь мужей и жен божьих и вижу когда мужи божьи всегда когда бог не конкретно говорил это всегда следовало за какой-то жертвой то есть люди в поиске бога не чем-то жертвовали они искали бога и на эти жертвы приходил бог и начинал с ними говорить и поэтому авраама у него всегда он понимал что любое действие какое бы он не произвел любое благословение которое бы не пришло бы его жизнь он должен прийти к богу принести ему жертвы он всегда видел перед собой господа впереди и он всегда искал бога через свои жертвоприношения поэтому они обязательно пришли к месту где авраам совершал жертвоприношение между вефире мигаем до места жертвенник который сделал начале и там призвал авраам имя господа внимание и у лота который ходил авраамом также был мелкий крупный скот и шатры и не поместительна была земля для них чтобы жить вместе ибо имущество их было так велико что они не могли жить вместе внимание представьте себе за какое-то короткое время жизни в египте бог так благословил авраама и бог благословил не только авраама но и лота который захотел пойти с авраама но послушайте друзья мои очень внимательно внешние благословения они конечно хороши хорошо когда у тебя есть но жизнь насыщенная когда у тебя нет проблем с квартплаты или с коммунальными расходами когда у тебя нет проблем с тем чтобы кушать нормально конечно это хорошо когда у тебя все твои нужды восполнены когда но у тебя есть все необходимое для того уровня жизни которым ты живешь это все хорошо бог этого хочет но друзьям и часто внешние успех внешние благословения приводит серьезный проблем послушайте вот согласился идти с авраамом авраам его не просил он сам захотел это было его желание побуждение ему пришлось идти за авраамом в полном послушание но это было до момента до уровня того когда как жизнь авраама таких же злота начали приходить благословения когда его жизнь стала насыщенной наполненная настолько что им даже уже вместе место было мало из-за имущества которое не имели и вот что начало происходить у пастухов лота авраама проблемы и в сердце лота закрадывается мысль не хочу идти с тобой авраам то я тебя не заставлял по идее ты же сам принял решение ты за мной ты же сам принял решение видим и успех каким-то образом не очень хорошо повлиял на лота повлиял ли он на авраама плохим образом не друзьям знаете до чего что авраам будучи лидером но он настолько был доверял богу что он говорит хорошо ты не хочешь и со мной вот пожалуйста посмотри земля перед тобою выбери сам куда пойдешь я тебя даже мы не заставляю сам выбирать это будет твой выбор и вы знаете выбор лота и вы знаете чем он закончился что нужно было делать лоту просто продолжать эти с авраамом месте в том виде который бог дал аврааму в том виде который бог дал церкви ему нужно было просто продолжать идти вместе исполняя свою часть и при этом иметь те же благословения который бог изливает на свою что церковь на свой народ поэтому друзьям и ну у бога но в его церкви его теле ну где никто обижен не остается когда все продолжают следовать вместе бог поставил нас во взаимозависимость друг от друга чтобы мы могли идти вместе затем видим который бог дает свою что церковь потом друзьям и когда мы не увидим какого ну где бы ни было бы божье движение где бы ни было бы уже водительство божье видение мы увидим что есть кто-то кому был дает это видение это вид не распространяется на всех остальных и люди принимают решение сами следовать за этим видением но часто что происходит при видимом успехе какие-то проблемы бывают проходят знаете при видимом успехе начинает открываться сердце наше а что же там внутри а где же настоящая красота а красив ли я по-настоящему или гнилой внутри а что же происходит внутри меня вспоминаю одну историю когда с одним пастором мы разговаривали это настоящая история и он говорит когда пришел церковь один человек без рода без племени все потерял жизнь разрушилась и он говорит и он начал ходить за богом начал принял все что здесь происходило в церкви послушание шел дело прошел школы начал идти дальше служить бог начала благословлять он начал двигаться в бизнесе и бог его очень сильно начал благословлять и он горит пришел тот момент когда его 10 настало в 100 тысяч гривен и вот тогда что-то с ним произошло и он почему-то подумал и посчитал что как-то слишком много будет для церкви мне самому же что-то не хватает мне много планов целей видения и всего остального но извините бог ему нашел в этом мире этот человек попал он принял решение следовать за господом он шел с этой церкви он получил те же благословения что и получали другие но в своей части не нужно быть всеми миллионерами друзья но твое призвание есть в боге для тебя и ты сам уж его открывать и видеть есть таланты к рыбок вложил нас и поэтому нам не нужно быть всем бизнесменами но и такие люди нужны и важны нам не нужно быть всем уборщиками и такие люди нужны и важны но не нужно быть всем пастырями но такие люди нужны и важны вы понимаете но каждому из нас нужно знать свое место в христа в церкви и друзьям и бог никогда не смотрит на видимый внешний успех потому что это вообще ничего по сравнению с тем что он же дает нам все это он благословляет нас нашу жизнь это он открывает небо изливает свои благословения до избытка это бог вдохновляет нас ну что происходит с нами живем ли мы только видимыми вещами видимым успехом или же есть что-то большее чего бог хочет видеть нашу жизнь так вот друзьям и очень часто египет является тем местом в котором начинают происходить внутри нас какие-то перемены мы проходим испытания трудности скрывается наша внутренность и она начинает выходить наружу а начнет вылазить показывать свое лицо и что же делать в этой ситуации можно конечно сказать но я такой же вот какой есть исправиться не могу арабатывая кажутся но не тут то дело друзьям и потому что бога есть план что мы попали в египет с одной целью чтобы произошли перемены в нашей жизни чтобы мы изменились чтобы мы прежде всего стали другими и чтобы мы были готовы к еще большим божьим благословением чтобы мы были готовы кто и славе который грядет ожидает твою жизнь чтобы мы были готовы божьи славе поэтому приготовься я хочу тебе сказать приготовься к его славе потому что бог придет если ты идешь за ним если продолжая свое шествие если продолжая следовать за ним он придет обязательно твою жизнь в своей славе и вот мы смотрим на дальнейшую историю другая история это иосиф вы помните иосиф вы помните судьбу иосифа и так внимание друзьям семье родилось 12 человек братанов все братья но знаете иосиф был какой-то немножко другой ему сны и приходили какие-то особенные он сюда видел сны он приходил делился с папой с братьями этими с нами и папой братья примерно понимали значение этих слов но почему-то не хотели признавать это вы знаете что очень часто но наше состояние наших гордость не признает того что бог показывает нам нашей жизни будущее наш вы знаете что если бы сейчас был бог бы всем нам бы показал бы какое-то будущее вы понимаете почему не всегда все так просто дается ваши мы бы все подумали то бред какой-то что за такие ну вообще как такой морда нет меня бог призвал я это буду делать что это я приду еще кому-то поклонюсь они все понимали примерное значение тех снов которые с небес иосифу и даже наоборот братья настолько вас досадовали на своего братана иосифа потому что он был любимчиком друзья мы ходили что-то скажу знаете на нашей жизни будет ситуация когда вы будете с кем-то в команде в общении в семье и кто-то в этой семье будет любимчиком но я всегда так вижу так происходит и знаете но что же происходит в этой ситуации как мы отреагируем мы будем завидовать тому что он любимчик а мы так говорим что нет или же мы наоборот друзья мы поймем что что-то бог хочет сделать с нами изменить наше сердце чтобы мы были готовы к чему-то большему и лучше вы понимаете что эти ситуации в нашей жизни не происходят таким образом под божьим контролем чтобы мы могли измениться и поэтому при том что но с иосифом было так это не потому что он был самый лучший да бог на него свой взор направил но не был самый лучший там были ребята карту жима по в своей среде в своей сфере делали лучшим образом свою работу но он был любимчиком у папы и его братья начали за это что вместо того чтобы наоборот быть поближе с ним тогда они его начали ненавидеть он еще сны и рассказывают по своей ну просто наивности он же младший там и он приходит рассказывать сны но он же не знаю что происходит в сердца а у них вулканический взрыв происходит они уже не могут найти себе место зубы скрижет скрижет и ищет удобного случая и вот удобный случай они были в поле после стада отцовские они помогали разделяли работу поэтому знаете молодежь если вы думаете что вы живете в семье и все за вас должны делать родители то хочу сказать извините пришло время уже вам трудиться и разделять ответственность со своими родителями и научиться почитать старших старшее поколение знаете когда сегодня смотрю когда молодые ребята христиане заходят в автобус трамвай пожилые люди там стоят еле-еле винс идете деба жвачку в окно отклонился якобы я ничего не вижу ничего не слышу и жую для меня вопрос вообще чем мы живем послушайте друзьям где почтение мы думаем что родители это такие знаете для нас все никто они черно ничего не понимают а потом когда сам становится родителям когда тебя начинают якобы не понимать дети и ты весь стараешь своих детей наставить друзьям и давайте мы сегодня начнем правильный образ нашей жизни поймем почему мы проходим для испытаний и трудностей поймем почему попадаем эти ситуации почему мы живем египте друзьям и почему упадаем это бог нас туда повел но чтобы мы были под него покровом а не для того чтобы нас в рабство втянуть наоборот чтобы мы были свободными людьми и жили в свободе его друзья мы иосиф идет просто там что-то еду понес по пошел братьям помочь он приходит и вдруг братья видят его издалека и говорят о сновидец идет они уже кличку дали понимать сегодня часто люди уже кличку дали кому-то вот и знать у них уже он под своим видом есть да и вот знаете он подходит и они уже замышляют план давайте от него избавимся вместо того чтобы знаете свой иосиф родной братанчик пришел они замышляют план посадили его в ров где воды не было он плакал горькими слезами просил ребята отпустите меня я же вам ничего плохого не сделаю ваш брат помилуйте меня смело стивитесь надо мной я понимаю что вам не нравится то что происходит моей жизни но смелуйтесь они завидовали ему все хотели быть на его месте тоже есть зависть они ему завидовать и они хотели его убить они согласились убить но один рувим говорит ребята вы что как вы ну мы дни мы не будем наводить кровь брата нашего нас давайте мы по-другому сделаем что-то и пока рувим там ушел шел караван мадианский и вдруг увидели братья и иуда горит а давайте его продадим эти мы же видим библии про образы христа до того что но происходило и со христом ведь понимаете бог ничего не утаивает жизнь ничего не поменялось все те же самые круги на все те же самые круги люди возвращаются только другой уровень жизни другие возможности вы понимаете и вот иуда дает мы искать его продадим и они с торговались за 20 серебряников продали его пришел рувим видит его нет и они там придумали историю что якобы зверь его растерзал и взяли его одежда не сняли с него убили зверя в крови его вымочили принесли отцу вы и сказали отец погиб твой сын дверь его растерзал отец жил всю жизнь в несчастье после этой ситуации раз разбитым сердце все кто не пытался ему чем-то что помочь сделать они не могли уже отца растормошить он все время жил с вот этой вот проблемой и не мог освободиться от этого груза он не мог никому из них уже помочь особо он жил все время в депрессии состояние давления и не был насыщен жизнь там был вениамин самый младший которые иосифе вениамин были от одной матери рождены и он единственное его утешение был это вениамин потому что она это жена его была самая любимая то есть понимаете мы видим везде что какие-то любимчики были но что это производит с другими если ну не тебя больше подлюбили в твоей семье или но в команде где-то в служении не знаю где угодно на работе неужели это повод для того чтобы начать завидовать неужели нельзя подумать что бог что то хочет с тобой в твоей жизни сделать чтобы тебя изменить его что произошло давайте мы прочитаем это бытие 37 глава 26 по 28 стих бытие 37 глава с 26 по 28 стих и сказал иуда братьям своим что польза если мы убьем брата нашего и скроем кровью пойдем продадим его из измельтянам в руки а руки наши да не будут на нем ибо он брат наш плоть наша братья его послушались позади у нас бывает послушание только не тогда когда надо и когда проходили купцы мадиамский вытащили иосифа изорва и продали иосифа измельтянам за 20 серебряников а они отвели иосифа куда реги и снова египет и внимание друзьям и если мы внимательно будем смотреть истории иосифа если мы внимательно увидим то даже сами иосиф скажет ребята не надо ничего бояться то что я оказался здесь это была божья рука на мне это был божий покров это бог меня туда направил это бог меня туда привел да такими трудными путями через предательство через разочарование друзьям он я хочу вам сказать на тот момент иосиф жил тем он думал как бы отомстить моим братьям его сердце не было еще готова к тому что бог приготовил для него но в египте бог готовил и менял его друзья моя хочу вам сказать разрешение всех ситуаций конфликта произошло именно в египте изменения в жизни иосифа изменения в жизни братьев произошли в египте поэтому бог был покровом над иосифом всегда его представьте себе иосифа уйдет в египет но и там бог с ним и там бог поднимает его он попадает в дом царедворца начальника телохранителей потифара и он что-то видит в нем особенное и по благословляет дом потифара из-за иосифа и он понимает это видит и он поставляет его во главе своего дома доверяю все то есть понимаете на иосифе все время было это помазали это благоволение точно даже как она на всех нас с вами когда мы приняли решение за господом и сказали господь я пойду за тобой его благоволение на нас когда мы в его воле друзьям и но вы знаете что раб он непрекословие своему господину он соглашает он даже не может поспорить с ним он соглашается с тем что говорит его господину вопрос сегодня чим и рабы либо мы рабы господа равно же и свободны его который непрекословят своему господину либо мы рабы греха а с грехом не спорят вы знаете почему сегодня люди пытаются таить свои грехи почему они даже не споря с ними почему даже не пытаются вынести а потому что просто согласились быть их рабами потому что просто согласились быть рабами этого греха тот-то не раб он будет прикословить так не лучше ли быть божьим рабом друзья мои не учили жить в его свободе истины и вот что происходит с иосифом его все поднимается но не тут то было знать только небольшой глоток воздуха только вдохнул только прошел одни испытания фух вроде бы легче стало и тоже блудная жена потифара увидела же парень опять красавец опять что внешние параметры друзьям вы знаете что жена потифара она не думала его сердце которое было 8 она не думала его душе его внутренность какого он был на самом деле и было все равно она увидела что внешние очертания так вот молодые люди я хочу вам сказать смотрите не только на внешние очертания и потом не надо приходить и говорить остался женился то вышел то это же зверь а ты типа огнет закланы понимаете так извините так можно же не быть зверем поэтому надо смотреть не только на внешний успех а нужно смотреть на то как смотрит бог а бог смотрит всегда куда на сердце вот чего часто не хватает даже христианству чтобы но христиане могли понимать где наша задача на что мы смотрим мы не должны смотреть на внешний успех потому что мог может сегодня одного внешне поднимать другого придержать с этим так но цель его чтобы наша внутренность изменилась ему не сложно благословить его на знать если если ты не призван в этом то ты хоть бейся хоть пытайся что делать ты не будешь иметь в этом успеха никогда поэтому не пытайся себе придумать что ты хочешь сделать следуй всегда за господом слушай всегда его голос будь всегда в его доме его церкви поэтому один из моментов тоже это безоговорочно послушание богу полное послушание богу всегда быть послушным ему и вот она нападает на иосифа один раз он как бы от нее ускользнул но второй раз это уже было по-серьезному она схватила его и знаете мне нравится что иосиф он не начал так знаете уже внимание он раб в этом доме он уважительно к не относится он говорит мне господин все дал в этом доме говорит кроме тебя ты его жена я не могу согрешить перед богом друзья мы один из важных моментов полное посвящение божьем заповедь мы можем и на 2 возлюбий господа бога твоего всем сердцем душой и крепости разумеет вами ближнего своего самого себя не нужно быть полностью посвященным посвящать себя каждый день божьим заповедь вы понимаете посвяти себя божьим заповедь отдай себя тому что бог показал уже своем слове и он ведь я не хочу перед богом согрешить друзьям и подумал он раб это жена хозяина то есть по идее он должен был подчиниться но он выбрал божье слово они грех и вот внимание что делает иосиф ситуация уже была такая что буквально на него уже напрыгнула она знаете осип не так подумал ну я ж раб это же не я типа на нее это жена на меня поэтому ну пусть уже делает что хочет я ж раб нет он при этом не был рабом греха некоторые таки делаю она на меня напала я тут случайно оказался я проходил мимо вообще гнать шел своей дорогой а потом очнулся она как-то так само собой произошло друзьям и так не бывает это всегда выбор со стороны каждого и вот что делать иосиф что павел сказал бегайте блуда иосиф не стал ждать он не стал господину может и уберешь с меня он очень просто взял и убежал что надо одежду с него сорвала пошат так редко удержала можно же себе представить может не представляли как это было она просто настолько уже вцепилась него что он не смог а с него одежда была сорвана но он поступил так же как и полгару он сказал что бегать ему да ну знаете когда сегодня молодые ребята у них даже нет чувствования что пойду сегодня поблужу а потом придете благословите меня блудника у них даже нет понимания что ты даже если ты согрешил где-то даже вернуться покаяться никогда нет понимает это же нормально весь мир так живет знаете друзьям я хочу сказать вам что внутри церкви бог дал власть судить за грехи людей но в плане того чтобы исправлять людей но блудников и прелюбодеев судит бог то есть вы понимаете что если мы хотим так то я хочу сказать суд придет поймите суд придет бог поругаем не бывает что человек посеет то он и пожнет суд придет поэтому павел он гаю бегите буду да и потому иосиф он понимал этот принцип жизни он убежал но что произошло его взяла и что клеветала воспользовалась ситуации он не заслужил было клеветом муж поверил конечно же своей жене блудница в итоге иосифа бросили в тюрьму думаешь вроде бы только глоток получил воздуха и опять еще в темницу в еще худшее место но и в темнице бог был с иосифом знаете когда ну на самом деле у на наше намерение стоят на стороне бога послушай я говорю о том что может быть сегодня мы совершили какие-то поступки в нашей жизни и где-то мы были неправы но поймите это не повод для того чтобы оставаться в этом это возможность для того чтобы выйти из этого дома рабство и стать под божий покров чтобы выбирать его цель его планы его заповеди его волю и делать всегда правильный выбор своей жизни потому что бог вознаградит за правильный твой выбор точно так же как и награда придет за то что сегодня кажется ну это же не видно это же незаметно а что там пасты всем нужно за мной не ходит и лидеры и и служители он и за мной ходит по пятам не будут потому там где-то на стороне мы разок 2 3 5 10 значит что то чему это проект приводит это приводит к рабству даже когда ты совершил что-то если ты покаешься и изменишь образ жизни это бог почтит и он поможет тебе но когда человек особенно христианин принимает решение снова и снова снова и снова возвращаться в прежние то извините тогда это получается как по пословице что вы ее знаете что свинку которую вымыли она все равно идет в свою что свое болото и пес который изверх свои прелести он приходит и опять возвращается на свою же блевотину это слово божье друзья я никак не изменил это слово там написано блевотину идет и опять я он говорит это то что происходит с людьми которые сказали я пойду за богом но в итоге вместо того чтобы быть людьми веры свободы из того чтобы изменить свои греховные пристрастия на образ божьей жизни они идут и возвращаются что на ту же самую физически мы бы этого вы не сделали но в духовном мире человек который идет и делать то же самое и не пытается даже измениться не сражается не борется то он именно тоже делать его друзья мы посмотрите на и дальнейшей истории осипа он попал в тюрьму незаконно несправедливо до друзьям и но послание апостола по он говорит ребята лучше чтобы вы пострадали за не за свои пост проступки которые вы делаете а и получил чтобы у вас несправедливо обвинили потому что если несправедливо если за господа то дух божий дух славы на вас по чает и вы обязательно пожнете в свое время обязательно бог вступиться и он проявит свою славу и вот и оси находится в тюрьме там благоволение начальник тюрьмы поставил его главный в тюрьме то есть понимаете то помазали короносева никуда не девается он точно также первенствует везде но не потому что он знаете как диатриев там все время хотел первенство все время хотел кого-то унизить что в себя возвысить иисус так никогда не делал иисус наоборот кто хочет быть больше стань рабом кому-то слугой служи поэтому хочет быть большим стань меньшим вот так он говорил это принципу божий и потому иосиф он невзирая на то что с ним происходило он все равно сохранял божий мир он приходил богу да ему не нравилось да его расстраивал что вы знаете попали эти люди хлебодар виночерпий которых фараон посадил в тот момент он им приснили сны он их растолковал эти сны и так и случилось хлебодара повесили виночерпий вернулся к фараону наливать вино подавать ему и иосиф просил говорит ребята только скажите царю обо мне друзья вы знаете что мы можем пытаться своими путями найти какие-то пути выхода знаете можем договариваться с людьми пытаться искать ну ну нормально с тем что когда есть возможность знаете поговорить решить вопросы все с этим нормально но знаете если тебя бог чего-то он хочет и в чем-то тебе ведет то ты хоть договаривайся с кем-то хоть и договаривайся забудут поэтому никогда не обижайтесь если вы кому-то о чем-то говорили а про вас забыли понимаете как у нас раз обидится а я сказал не сделали не вспомнили обо мне любимым друзьям и доверьтесь богу значит у бога есть какой-то план чтобы прежде всего нам изменить так вот я хочу вам сказать что бог не знал что иосиф так сильно хотел выйти знал но бог хотел прежде всего чтобы не внешний успех был у иосифа а чтобы сердце его было готово к тому к чему бог приготовил иосифа поэтому там проходя через все эти трудности испытания через все эти проблемы в своей жизни сердце внутренность иосифа менялась друзья мы когда мы придем к богу бог не спросит за тебя какой тебе доверил церковь в тысячу человек или в 10000 и как ты там заботился там ну или там что-то там смог ты все сделать не смог до конца не до конца о он не скажет тебе том что свин дал тебе бизнес и дал тебе миллионы он не скажешь ой ты молодец ты вот вот в бизнес миллионы имеешь он за это абсолютно ничего не скажет или ты там был верным уборщиком и где-то что убирал и ну и всю жизнь например пробыл в этом мало ли бывает по разному вот не знаете это выбор людей и это это то что человек с богом решает но бог все равно заботится о каждом и знаете но где бы ни казалось бог придет и спросит во первых любил ли ты любишь ли ты господа и людей то есть поймете он горит имеешь ли ты радость невзирая на обстоятельства ситуации то есть или ты только радуешься когда тебе что подарили а но это же временно друзьям и память это радость которую судите подарили завтра уже все тут лучше есть это уже забыл об этом или домом у тебя же постояла месяц уже все на тебе уже ну все равно да помогает понимаете а бог он хочет чтобы радость в господи есть подкрепление для нас оху чтобы независим от обстоятельств даже когда тебе все плохо но чтобы ты понимал чтобы ты радовался с тем что бог твой с тобой он не покинул тебя не оставил ряда он заботится тебе ты под его покров он твой щит и потому не зирая на обстоятельства ты сможешь преодолеешь с богом все и выйдешь победителем вот чего он ожидает что ты будешь продолжать радоваться что мир божий будет твоем сердце вот чего на что бог будет смотреть продолжали ты жить в мире он будет на то был ли ты долготерпеливым чтобы наследовать обетование он бы смотри на то был ли ты верным в своей семье то что бог тебе уже доверил в своей церкви своему богу было ли ты верно то что это плоды духа слова вера там имеется ввиду верность как качество характера измененного богом он будет смотреть был ли ты милосердным или для тебя служение милосердия был только 1 месяц это потому что пастор говорит ну ладно дам там пару копеек или же ты от щедрого сердца и понимаю что ну я хочу милосердствовать не только сегодня нас день милосердия но и где бы я не оказался если я вижу нужду я могу то я буду милосердным бог ожидая что мы будем кроткими кроткие то те которые не спорят вот почему бог сказал что я хочу ну равно раб божий рано и свободно его потому что раб никогда не спорит он не пытается доказать своего он не пытается рассказывать свое мнение но может высказать его но если это видение который бог дает то здесь не нужно здесь нужно размышлять рассуждать и думать как мы это вместе сделаем вместо того что постоянно быть вот этим знать внутренним противником не хочу не буду а мне это не нравится а я этого не могу он горит быть кротким иисус был кротким моисей был кротким потому то что бог говорил он горел да сэр понимаете быть кротким это говорить с с почтительным уважением к богу тем людям которых бог поставил в почтении и уважении продолжать следовать за господом без всяких споров лишних доказательств хочешь лучше предложить предложить но не надо противиться войди в кровь будь кротким в то что бог делает и будь частью этого всего и получат те же самые благословения но как получают все другие что там еще вот где духа есть мы говорили радость благость доброта быть добрым бог спросит а ты добрый был ко всем ну пару до тех шоу тут я их любил потому что они меня любили а ко всем ли ты был добр описание грибов добр ко всем иначе бы он бы сегодня уже секир топор бы опустил вы он продолжает оставаться каким добрым то есть вы понимаете он не поменялся его доброта к нам не стащилась он не стал худым в доброте все то он по-прежнему тоже и знаете когда мы смотрим на жизнь иосифу когда мы видим потом когда пришли братья вы помните первое действие иосифа он пытается сделать так чтобы они что-то поняли прочувствовали но это тоже был божий план смотрите братья пришли в египет все равно все пришли в египет но бог первого иосифа послал в египет кто-то всегда будет первым потому что если бы иосифу остался бы тогда с ними тогда бы первым столь бы иаков бы и братья старший вы слышите друзьям и поэтому бог сделал так чтобы первый пришел и оси и когда братья пришли в египет и потом отец пришел в египет вернулись им всем пришлось уже прийти в смирении но знаете что сделал иосиф он сделал великий акт милосердия простив своих братьев и снова обнял их не только вениамина хотя он показывал что вениамина он любит больше но он всех простил он сказал не бойтесь я вам не причиню какого зла когда потом отец умер это великий акт милосердия который был оказан иосифом но почему это сделал было ли у него желание чтобы они прочувствовали отрастить им было но бог изменил его сердце бог изменил сердца братья потому что пройдя через эти ситуации через которые не прошли они что-то поняли и они все почему-то поняли зашло они наказываются но друзья мы наказывали их бог нет он хотел их изменить помочь им измениться теперь я тебе что-то хочу сказать когда попадаешь ситуации проблем бог тебя не наказывая хотя он наказывает свои детей ну как как но это не про не наказание божье а он хочет чтобы ты изменился почему родители наказывают детей потому что хотят чтобы они что изменить это не то наказание как некоторые думают а это кара господня постигла меня нет он тебя поместил обстоятельства в которых он хочет чтобы ты изменился и вошел в лучшее что бог приготовил для тебя и потом знаем иосифу который стал первым после фараона в египте которому пришли братья которых он вместе с отцом поселил в землю его знаете когда до отца уши дошла вещь то иосиф жив он не мог поверить даже у него были сомнения страхи думать братья наверно что-то ну решили меня знаете подогреть на старости думать видишь ее в депрессники и хотели как бы разогреть меня развеселить а у меня нет веселья ну они обманывают меня они наверно хотят что-то мне сделать такое я вообще в могилу сойду и вот происходит ситуация когда он возвращается это бытие 46 глава давайте с первого простом со 2 по 4 я прочту с 1 по 4 бытие 46 глава с 1 по 4 стих и отправился израиль со всем что у него было и пришел версавию и принес жертву богу отца своего исаака и так смотрите у якого переживания он ну вроде бы соглашается со своими сыновьями но но не верит сомневается и первое что делает иаков он опять идет к жертвеннику он приносит жертву богу и так внимание что же происходит бог начинает говорить с иакову после жертвоприношения и вот что произошло и сказал бог израилю видение ночном иаков иаков он сказал вот я бог сказал я бог бог отца твоего не бойся идти в египет ибо там произведу от тебя народ великий я пойду с тобою в египет и я я и выведу тебя обратно иосиф своей рукой закроет глаза твои аминь и так друзья мой бог приходит к якову и он горит не бойся это ягодь буду с тобой я тебя в виду египет и я тебя выведу из него поэтому друзьям и египет это место перемен это место божьего покрова заботы о нас он по-прежнему с нами и вот что я хочу вам сказать друзьям если вы увидите всю эту историю то вы поймете и увидите внимание иосиф попал в египет в рабство но он там не стал рабом вы слышите меня иосиф попал в египет в рабство но он там не стал рабом но внимание после него поколения божий народ израиль который остался в рабстве они стали рабами и так причина причина в каждом из них поэтому будь иосифом будь тем кто будет доверять богу кто будет очищать свое сердце они пытаться постоянно подогревать подыгрывать этому миру пытаться жить как в этом мире знаете сли сливаться с этим миром будь как иосиф который будет всегда божьи заповеди почитать выше своих интересов стане иосифом измени сегодня свои отношения поэтому иосиф будучи в рабстве он не стал рабом но евреи потом будучи находясь в рабстве они стали рабами и только по причине того что поменялся там другой фараон вы знаете что есть слово божье которое говорит о том что и правители поставляются согласно того какой народ поэтому друзьям и просто я думаю не сохранилась вот эта часть это полной мере но бог потом призвал кого моисея который выявил опять народ из рабства египта потом иисус нами повел их дальше так вот друзьям и что же происходит сегодня где же мы живем что для нас египет это место божьего покрова или дом рабство потому что иисус нами после того как моисей вывел народ из египетского рабства иисус нами 24 глава мы 4 стих посмотрим и 17 18 я уже до концу иисус нами 24 глава 4 стих 17 18 иисус навин уже войдя в землю когда моисей выводил народ израиль из рабства египта чтобы ввести снова в землю которую бог им приготовил иисус на вину стал преемником и вел их его что иисус сказал четвертом стихе исааку дал иакова и исава исаву дал я гору сир в наследие иаков же и сыны его перешли в египет 17 18 стих ибо господь бог наш он вывел нас и отцов наших из земли египетской из дома рабство иисус нами уже говорит о том что бог вывел нас из дома рабство но бог не вел в рабство он был покровом в египте для иосифа этот дом не стал египет не стал домом рабство но для евреев он стал домом рабство и вот он говорит что господь бог наш он вывел нас и отцом наших из земли египетской из дома рабство и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути по которому мы шли и среди всех народов через которые мы проходили господь прогнал от нас все народы и амариев живших всей земли посему и мы будем служить господу ибо он бог наш аминь поэтому бог вел свой народ и в другом месте еще говорится если вы помните ситуацию когда иисуса христа его отец иосиф получил вас не откровения когда царь ирок было смен волхвами и он получил откровение о том чтобы он взял младенца иисуса мать его марию и отправились куда в египет и там бог хранил их и был покровом над ними до тех пор пока снова не вызвал их из египта и так писание говорит что из египта я возвал сына моего поэтому друзья мои что для тебя сегодня египет это место божьего покрова или дом раб рабство и вот внимание другом месте сказано о том что когда бог привел свой народ в египет он таких благословил что они стали многочисленным народом и египтяне начали завидовать и притеснять их вы знаете когда бог благословляет того кто следует за ним то я хочу вам сказать другие не верующие не могут видеть твою жизнь и завидовать и это не всегда что будет все гладко сожалению так бывает что как только ты стал жить с богом вроде бы бог таки чудеса происходит твоей жизни но твои же родственники близки друзья знакомы начнут отворачиваться тебя завидовать ревновать каким-то непонятным образом рассказываешь ты стал другим говорить то лучше ты пил то лучше ты блудил то лучше ты у то тем жил хотя вначале ульга скорого и классно поменялся ты а потом пытаются совсем обратно и говорит но что же мы выберем их слова или нашу жизнь с нашим богом поэтому друзьям и мы сегодня выбираем что для нас является египет домом перемен божьего покрова благословения жизни со христом поэтому иисус нами он сделал свой выбор и он сказал что мы будем служить господу люди которые были с ним они сделать от выбора сказали хотя потом были разные судьбы у них и друзья мои напоследок хочу прочитать 90 псалом уже чтобы мы посмотрели это в ракурсе сегодняшней проповеди что для тебя является египет псалом 90 живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое и защита моя бог мой на которого я уповаю он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен щит и ограждение истина его не убоишься ужасом ночи стрелы летящий днем язвы ходящий во мраке зараза опустошающий в полдень падут подли тебя тысяча и десять тысяч очистную тебя но к тебе не приблизиться только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым ибо ты сказал господь упование мое всевышнего избрал ты прибежищем твоим не приключится тебе зло и язва не приблизиться к жилищу твоему ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих на руках понесут тебя да не притнесся а камень ногою твоею на аспида и василиска наступишь попирать больше льва и дракона внимание за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое вас зовет ко мне и я услышу его с ним я в скорби но не для того чтобы там остаться друзьям и он горит с ним я в скорби избавлю его и прославлю его долготою дней нас ищу его и явлю ему спасение мое аминь друзья почему потому что живущий под кровом всевышнего когда ты принял решение идти за богом и служить ему и послушаться ему и ты в его воле ты верно следуешь за ним и вся твоя жизнь не для того чтобы внешний успех иметь услышьте пожалуйста бог даст тебе внешний успех ты будешь все остальное когда ты ищешь царство божьего и праведность его все остальное что приложится видимый успех бог даст тебе но бог не ожидает видимо успеха он ожидает наших внутренних перемен и внимание в книге откровения в одиннадцатой главе не помню какой стих потом сначала там говорится о том что последнее время будут два свидетеля которые будут ходить и будоражить всю землю настолько и у них будет дано власть что они будут заключать небо не не будет дождя или наоборот и у них будет власть говорит ну что всякий кто попытается сделать им что-то плохое они будут уничтожены и вот внимание и когда эти люди это когда будет это происходить это произойдет на месте который духовно называется садом и египет где и господь иисус наш распят внимание где же был распят иисус христос новый русалями за его стенами это внимание друзьям что сделал иисус когда он пришел эту землю он пришел чтобы теперь современные с иерусалим ханаан который по идее должен стать внутренностью божий где сердца люди должны были быть сердца божьими наоборот люди создали свою свою религию не божью а свою бог хотел чтобы они следовали за его религии за тем что он им показывает и дает но они создали свою собственную религию где иисус говорил о фарисеях книжниках что выгорит лицемеры вы внешне показывайте себя красавцами но внутри во что вы гробы горит крашены то есть представьте он показал сущность его что сделал иисус он пришел это был уже последний исход когда он пришел чтобы вывести теперь из этого рабства то есть иисус по идее когда создал свой народ который жил в иерусалиме он хотел чтобы они имели божье сердце чтобы они были любящие милостивые кроткие смиренные благо добрые верные но они внешне себя такими сделали штукатурочку навели а внутри они были другими и вот почему иисус пришел он пришел чтобы сделать этот последний исход друзьям и так где же наша земля обетованная куда мы идем египет это временное место это место где но мы проходим какие-то этапы нашей жизни но наша обетованная земля друзьям и это небесный иерусалим вот куда мы идем вот почему ничто нечистое туда не войдет вы понимаете поэтому бог желает чтобы мы с вами изменились чтобы наши сердца были чистыми перед богом чтобы плод духа он в нас возрастал и это было нашим украшением это было нашим успехом главным успехом нашей жизни они все видимое что часто мы думаем хотя и при этом бог благословляет тебя поэтому ищи прежде божьего царства будь под его покровом и направляйся в обетованную землю проходя эти этапы проходя через египет но при этом не становясь рабами потому что книжники фарисеи все религиозные деятели того времени они просто стали опять рабами вместо того чтобы быть по настоящему свободными господа под его покровом поэтому друзьям и пусть египет для тебя будет божьим покровом аминь поэтому выходи из дома рабства давайте поднимемся дорогой господь мы открываем свои сердца суде для тебя чтобы ты сегодня благословил твой народ чтобы то что даешь нам господь чтобы мы могли сегодня проходя этот путь жизни идти на пути к обетованиям к обетованной земле к небесному иерусалиму благослови сегодня твою церковь в этом пути и и вид твою славу чтобы церковь она дошла до конца вошла в небо чтобы каждый верующий тебя мог принести эти главные плоды нашей жизни не просто видим успех но наш внутренний успех когда мы можем проявлять твою любовь когда мы можем иметь твою радость когда мы можем иметь твой мир быть долготерпеливыми быть кроткими воздержанными быть верными быть добрыми господь благослови нас на это иисус чтобы не просто внешние черты и очертания были для нас главными но чтобы наша внутренность она была главная как это важно для тебя иисус и мы просто тебя помоги сегодня измениться тем кто еще пытается жить как этот мир я прошу тебя дух святой прийди ко с ней чтобы каждый мог направить свою жизнь к тебе иисус помоги нам не соединяться с этим миром не смотреть на этот мир не возвращаться в этот мир но помоги нами ти дальше являя твою славу являя твои дела являя силу твоего царства боже наполни твоей жизнью церковь твою чтобы мы на самом деле господь жилеты благочестивой жизнью прославляющий тебя являющий твои дела господь чтобы нашим украшением это были плоды твоего духа в нашей жизни жизни каждого верующего тебя и мы благодарим тебя что египет сегодня для нас это время перемен изменений измени нас господь во славу твою чтобы мы могли войти в твою вечность твою славу и в те обетования которые ты приготовил для нас мы любим тебя славим тебя почитаем тебя благословляем твое имя и да будет тебе господь со слава вся честь и вся хвала великий святой бог отец сын и дух святой аминь аллилуйя иисус слава тебе господь